За моей спиной здание трикотажной фабрики Ильбирс. Здесь находится один из корпусов Кыргызско-российского славянского университета факультет международных отношений. Проверим температуру воздуха на улице и в помещениях. Ну и сравним результаты. Итак, термометр показывает, что сейчас минус 5 градусов мороза. Проверим, как обстоят дела внутри. Корпус в Ильбирсе давно называют самым холодным. Студенты не раз жаловались, что учиться в таких условиях невозможно. Они несколько раз даже устраивали флешмобы и требовали у администрации вуза что-нибудь сделать с этим жутким холодом в помещениях. Четвертый этаж. Будущие дипломаты, журналисты и политологи могут ходить в коридорах только в теплых куртках. И даже на занятиях многие из них сидят в верхней одежде. Ставим термометр в аудитории, которая находится в южной, а значит более теплой части здания. Ждем 10-15 минут. И первый результат. Передайте, пожалуйста. Он чуть не упал, кстати. Нас еще переставили чуть-чуть. Так. Температура 20 градусов. 20 градусов. Вроде нормально. Перемещаемся в кабинеты, находящиеся в северной части Ильбирса. Здесь заметно холоднее. Даже в коридорах термометр показывает 16 градусов. Руководители факультета съемочной группе заметно не рады. После недолгих препирательств они все-таки разрешили поговорить со студентами. Некоторые давать интервью явно боятся. Почему вы сидите в куртках и в верхней одежде? Вот у меня жилеточка. Скажите, вам холодно? Вы в курсе, что вам надо еще учиться год? Да, нам еще выпускаться. Я еще стипендию получила. Может, не надо? Я на бюджете учусь не знаю. Но все же нашлись смельчаки, которые решились подтвердить, что в аудиториях им действительно холодно. Были и те, кому все нравится. Если бы нам не было тепло, мы бы не сидели в куртках. Я согласен. На самом деле, хотелось бы немного, чтобы было потеплее. Чтобы можно было хотя бы не сидеть в куртках и как-то вставлять их там же, в том же самом гардеробе. Потому что он пустует. А почему вы, например, сидите в куртке? Ну, прохладно. А вам, девчонки, все нравится? Да, нормально. В принципе, тепло, нормально. Вы любите теплее, чем в главном корпусе, допустим? Теплее, чем на улице. Теплее, чем на улице здесь намного. Нет, никаких жалоб нет. Жалоб нету, да? Нет. А у вас? Я тоже нету. В администрации факультета заявляют, что подготовились к зиме основательно. Но почему люди и преподаватели сидят в верхней одежде? Культурный уровень у них такой, считают в деканате. Некоторым, конечно, только жарко и все. Есть, которым холодно, прохладно. Вы же тоже заходите, смотрите, батареи горячие. В аудиториях достаточно комфортно заниматься. Ближе к вечеру температура воздуха на улице опустилась до минус 8 градусов. Едем дальше. Слояние прохладно. Посмотрим, какая сейчас ситуация в КНУ. Навскидку выберем шестой или лабораторный корпус. Студенты вот уже лет 20 жалуются на то, что в аудиториях холодно. Посмотрим, что сделал ректорат национального университета, чтобы решить эту проблему. Температура на улице практически не изменилась. Термометр показывает все те же минус 8 градусов. И здесь и преподаватели, и студенты сплошь в куртках, и в коридорах, и в аудиториях. До комфортных 23 градусов тут далеко. Вот кабинет на севере здания. Термометр показывает всего 16 градусов. Вначале было холоднее, сейчас стало теплее. На первом этаже всегда холодно. Хотелось бы, чтобы первый этаж больше отапливали. Здесь холоднее, чем на других этажах. Девушки жалуются, что им надоело ходить в верхней одежде. Вуз получает от студентов миллионы, а корпусы главного университета страны до сих пор не утеплели. Только старые окна заменили на пластиковые. Когда разденешься, сразу холодно, а оденешься потеплее – дискомфортно. Нам бы хотелось, чтобы мы учились без верхней одежды. Я бы хотела, что без куртки легче было бы, чтобы писать легче было, настоятельно, чтобы подружкам разговаривать. Легче было бы. Посмотрим, может быть, в южной части здания теплее? Нет. В громадных аудиториях жуткий холод. На термометре те же 16 градусов. В коридорах без куртки совсем нельзя. Тут всего 14 градусов.